Приветствую вас, это Скоримский обыватель от Фахаки. Я в Вайтране, и мне предстоит выполнить просьбу кузнеца Аллора. Рассказать ярлу Вайтрана о том, что Ривервуд нуждается в помощи. Заодно я куплю у придворного мага несколько необходимых мне заклинаний. На улицах Скоримских городов постоянно что-то происходит, и можно стать свидетелем различных уличных сценок, рассказывающих о жизни и нравах обитателей города. Какие-то сценки повторяются, а какие-то уникальны. Уникальные сценки обычно служат прологом к какому-либо квесту, и чаще всего их можно увидеть при первом посещении города. Вот одну из таких сценок я сейчас и увижу. Мы заплатим любую цену, но нам необходимо больше мечей для имперских солдат. Одна я с таким большим заказом просто не справлюсь. Почему бы вам не усмирить свою гордость и не обратиться за помощью к Йорлунду Серой Гриве? Ха! Да я скорее склонюсь перед Ульфриком Буревестником. Да и не станет Серая Грива ковать мечи для Легиона. Будь потворен. Я возьму заказ, но не жди от меня чудо. Поговорю с Адрианой, спрошу у нее о слухах, новостях, и может быть возьму какой-нибудь квест. Если хочешь чего прикупить, у меня есть тут пара вещиц, и внутри еще побольше. Хм, да предостаточно. В целом мы процветаем. Народ, который трудится усердно, уж точно не голодает. Правит городом Ярл, который живет в драконьем пределе. Это вон та крепость на холме. Хотя тебя, наверное, больше заинтересует Йорваскар, праздничный зал соратников. Их славные деяния и вправду легендарны. Да, приходится, если я хочу когда-нибудь сравняться в мастерстве с Йорлундом Серой Гривой. К слову, я только что закончила свое лучшее изделие. Я выковала меч для Ярла, Балгруфа Старшего. Это сюрприз. Даже не знаю, примет ли он его, но... Слушай, тебе не трудно отнести этот меч моему отцу, Провентуса Веничи. Он управитель при Ярле. Он найдет момент, чтобы преподнести подарок. Спасибо. Если что понадобится, загляни в магазин. Побудьте в замок, я загляну к местному алхимику Аркадии. И продам те зелья, которые я не смог продать в Ривервуде. Извини мою наглость, но, по-моему, у тебя все признаки гремучки. У меня как раз есть от нее средства. Хм, гремучка. Аркадия не только торгует своими зельями, но еще и обучает алхимии. Думаю, я могу тебя кое-чему научить. Учитель она на уровне эксперт, то есть может учить вплоть до 75 уровня навыка. Учиться я пока не буду. То, что Аркадия является и торговцем, и учителем одновременно, очень важно. Пока я не возьму, например, купец навыки красноречия, я не смогу торговать своими зельями ни с кем, кроме алхимиков. И торговцев всякой-всячиной. И в результате у меня такой сложится кризис перепроизводства. У меня будет много зелий, которые я не смогу продать. И преодолеть вот такое затоваривание мне поможет как раз обучение алхимии. Погляди. Деньги, потраченные на обучение, я смогу вернуть себе за счет продажи скопившихся у меня зелий. Ну и, конечно, это поможет мне быстрее развить навык красноречия до уровня необходимого для перка купец. Если потребуются лекарства, ты знаешь, где меня найти. Смарю еще парочку зелий на продажу. Жир тролля. Мукомор. И костная мука. Эта зель еще разгрузит инвентарь мне. Интересная микстурка. Да уж, микстурка интересная. Еще лучше было бы, если бы она все-таки была не зельем, а ядом. Увышение навыка двуручного оружия. Вешенство. Отравить какого-нибудь врага с двуручником. И просто замечательно. Впрочем, этот вопрос меня сейчас мало колышет, поскольку я это зелье делаю на продажу. И не мои проблемы, как его использовать. Повысил я алхимию до 20. И теперь могу вложить те два перка на локал химии, которые как раз я и переберегал на этот случай. Один. И второй. Теперь еще и атаксия у меня. А, так значит ты алхимик. Нет, Аркадий, не проси, не уговаривай. Витаминчики твои и всякие другие биологически активные добавки я покупать не буду. Ладно. Я с Аркадией не прощаюсь и вернусь к ней чуть попозже. Дура, старая. Что ты там знаешь? Ничего ты не знаешь? Что значит бороться и страдать? Ничего? А как же мой сын? А как же Торой? Он что, совсем никто? Вот и не говори мне о страданиях. Мой сын сделал свой выбор и выбрал не то. Вот и погиб. Это война. Чем скорее ты смиришься, тем лучше. Я никогда не смирюсь. Мой сын жив. Но скажите мне, дети, где он? Где вы держите моего Торойда? Посмотрите только на эту дуру. Держим его? Ну да. Он у меня в подвале. Держу его там в цепях. Когда до тебя допрет корова? Умер твой несчастный сын. Умер. И умер он смертью предателя. Бунтовщика. А ты? Ты лучше помалкивай. Если не хочешь, то может для себя. Пойдем, Олег. Здесь больше не о чем говорить. Я и вас, оно все сведло. Сам охотничь с каждой детьми. Эта сценка, пролог. Весьма интересному кресту, который называется Безости пропавшей. Надо будет разыскать Торойда серую гриву. И вот еще будет одна завязка. Я знаю, что честь твоей семьи важна для тебя, но мы просто не можем себе этого позволить. Я несколько недель искал логово этих воров. Я не могу отступиться, но не могу и вернуть меч в одиночку. И ты готов обречь жену и дочь на голодное существование, чтобы вернуть себе какой-то старый ржавый меч? Всего-то надо нанять одного человека. Но пускай двух. Ты не будешь голодать? Говорю тебе ясно и четко. Выбирай, меч или жена. Если ты выйдешь за ворота, то меня ты больше не увидишь. Сафир? Подожди, я... Суровая Скоримская Женщина Сын битвы, отдавай свои деньги. Я... У меня нет денег. Гони пять септимов прямо сейчас, а то я тебе нос расквашу. А завтра десять септимов, мелкий сын битвы, а то расквашу тебе нос и разобью губу. Нет, пожалуйста. У меня правда нет денег, Брейд. Я дам тебе завтра десять септимов. Только не бей меня. Суровая Скоримская девочка. Не хочешь подняться на нем? Обременять себя крестами я не буду, а выполню просьбу Алвера. Если пойдешь за реку на восток, путь на чеку. На привечную заставку засел старик Кайбер Железная Ника. Под видом не ходи туда, стражник прозрачно намекнул, что пещерку хорошо бы зачистить. Ярл Балгруф не принимает посетителей. Я просто говорю, что вам следует собрать больше сведений перед тем, как действует. Мой долг, как Хускарла, защищать Ярла и его подданных от всех опасностей. Я внимательно слушаю, рассказывай. Ты знаешь о событиях в Хелгене? Ярл захочет лично поговорить с тобой. Подойди. Так значит, ты свидетель нападения на Хелген. И там действительно был дракон. Наведу небольшую панику. Во имя Исмира. Айрилет была права. Что скажешь теперь, Провентус? По-прежнему будем надеяться, что стены защитят нас от любой беды? Даже от дракона? Мой господин, нам немедленно следует послать войска в Ривервуд. Если этот дракон прячется в горах, они в страшной опасности. Он решит, что мы переметнулись к Ульфрику и пошли на него войной. Довольно. Нам не следует. Я не намерен сидеть сложа руки, пока дракон сжет мои владения и убивает моих людей. Айрилет, немедленно направь отряд в Ривервуд. Да, мой Ярл. Прошу меня простить, я вернусь к своим обязанностям. Это будет лучше всего. Молодец. Весьма разумно с твоей стороны было проявить инициативу и найти меня. Вайтран у тебя в долгу, и я этого не забуду. Вот, прими этот скромный дар в знак моей признательности. Ты еще кое-чем можешь мне помочь. Для этого пригодятся, наверное, твои особые дарования. Идем. Найдем Фаренгара, моего придворного чародея. Он занимается вопросами, связанными с драконами и слухами о драконах. Сейчас по-быстрому отдам провинтусу меч. Яс, нетрудно догадаться, что у Ярла много дел. Возможно, я смогу тебе помочь. От Адрианы? А, это должно быть оружие для Ярла. Бедная девочка так старается проявить себя. Я преподнесу его Балгруфу, когда он будет в настроении. Спасибо. Пожалуйста, возьмите деньги в награду за услугу. Надеюсь, тебе понравится в драконьем пределе. А теперь догоню Ярла и найду Фаренгара. Фаренгар, я нашел кое-кого, кто поможет тебе с изучением драконов. Давай, расскажи ему все подробности. Так Ярл думает, что ты мне пригодишься? О да, он должно быть имел в виду мое исследование драконов. Да, мне нужна помощь, чтобы кое-что добыть. Ну, когда я говорю добыть, я имею в виду полезть в опасные руины в поисках каменной скрижали, которая, может быть, там лежит, а может и не лежит. Алдор, зараза, сдались тебе эти макароны. Всего лишь зашел передать весточку, а меня уже сразу воборот взяли. Назначили добровольцем на поход в опасные руины. Ну что ж. Но я начал собирать сведения о драконах, ища ответ на вопрос, куда они пропали много лет назад и откуда они взялись. Я узнал о некой каменной скрижали, которая хранится в храме холодных водопадов. На этом драконьем камне, говорят, есть карта с могильными курганами драконов. Иди в храм Ветреного Пика, найди эту скрижаль, она, скорее всего, в главном чертоге, и принеси ее мне. Все просто. Если вкратце, тупому быдлу просто не понять, как карта захоронений может помочь в борьбе с живыми драконами. Ну, впрочем, ладно, спорить бессмысленно. И так ты хочешь овладеть тайными искусствами. Думаю, что православный норд вполне себе может позволить использование лечебных заклинаний. Конечно, заклинания школы колдовства это призыв всяких существ, там, от ранаха, поднятие нежити, заклинания школы разрушения. Ну, в общем, вся боевая магия, она, конечно, не достойна норда, но какие-то бытовые заклинания, типа магического света, свет свечи, трансмутация руды, приглушение шагов, ясновидение, ну, их я считаю, что вполне можно использовать. Возьму приглушение шагов. Продать можно серебряное кольцо с гранатом, а вот капюшон мага-новичка, одеяние мага-новичка я, пожалуй, оставлю. Капюшон мага-новичка, он пригодится, если магии не хватит на применение купленных заклинаний. В общем, собственно, все купил я. Полагаю, да. Формально, разумеется. У нас в городе есть жрец со жрицей, алхимик, кто-нибудь еще наверняка практикует. Кстати, раз зашла речь об алхимиках, у меня для Аркадии есть морозная соль. Она просила достать для какого-то зелья. Тебя не затруднит отнести соль Аркадии? Думаю, она найдет, чем тебя отблагодарить. Абсолютно не затруднит. Я как раз к ней хотел зайти. Хорошо. Ты, несомненно, куда больше подходишь для такой тривиальной задачи, нежели я. Ну, говорить с Рингаром вроде бы больше не о чем. Тебе пора к храму на Ветре Рабики. Делайте, что хотите, но я хочу знать, как нам победить этого дракона или драконов. Как можно скорее. Пока не поздно. Конечно, Ярл Балгру. Спасибо вам за то, что нашли мне помощника. Я уверен, он проявит себя наилучшим образом. Добейся успеха, и тебя ждет награда. Вайтран будет перед тобой в долгу. Ярлам отказывать не принято, и вот так, в добровольно-принудительном порядке, начался генеральный квест. С другой стороны, я никаких на себя обязательств не брал, и поэтому имею полное моральное право слегка продинамить Ярла и Фаренгара. Сделаю небольшое отступление от темы, и подробнее расскажу о своем прохождении, о задуманном формате, о задачах и целях, которые я себе поставил. Первое. Такие игры, как Skyrim, игры с открытым миром и широчайшими возможностями для ролевого отыгрыша, я не стремлюсь и никогда не стремился проходить одним персонажем. Мешать в одну кучу ассасина, мага, вора и благородного рыцаря я просто не люблю. На мой взгляд, как-то нелепо будет выглядеть, если предвестник соратников или архимаг коллеги Винтерхолда внезапно возжаждет поста главы гильдии воров или темного братства. Для каждого отыгрыша я предпочитаю создавать отдельного персонажа. Второе. Я уже говорил о том, что роль обывателя это подготовительный этап, некий фундамент. На этом фундаменте можно выстроить отыгрыш множества разнообразных специализаций персонажа. От ассасина или рейнджера диверсанта до тяжело вооруженного пехотинца. Каждый такой отыгрыш по-своему интересен и смешивать я их не хочу. И третье. Своё прохождение я назвал Скоримский обыватель. Встать на путь героя значит выйти из роли обывателя. Начать прохождение генерального креста или гейских сюжетных линий. Сюжет гражданской войны или сюжет стражи рассвета. Это означает пойти по пути героя. и опять таки это означает выход из роли обывателя. Поэтому я не буду начинать никаких крупных сюжетных линий в своем прохождении. А когда роль обывателя исчерпает себя и придет время для героических свершений тогда я просто закончу ка римского обывателя. а для дальнейшего прохождения игры я сделаю сиквел. Возможно таких сиквел будет несколько. Ну вот отступление закончено и выполню задание Фрингара отнесу морозную соль Аркадии. Дай мне знать если тебе что-нибудь приглянется. Вид у тебя бледноватый. Наверное это Атаксия. Прекрасно прекрасно она пойдет в особое зелье над которым я работаю. Приворотный эликсир равных которому нет. Может сперва его на Фарингаре опробовать. А я полагаю ты ждешь какой-нибудь награды. Так вот этих эликсиров должно хватить. Если потребуется лекарство ты знаешь где меня найти. Вот я и подружился с Аркадией. Аркадий как настоящий друг будет с радостью готова снабдить меня различными припасами. В основном конечно это зелья мази припарки и прочие ингредиенты которые ждут меня на полках. и конечно не обойдет средства от всех болезней особенно от такой страшной болезни как гремучка. Я так понимаю что гремучкой в крайней стадии страдают седобороды переносится она драконами. человек заболевший гремучкой начинает время от времени кричать громко кричать разные странные и страшные слова типа фусрада ёлтуршуль ну и другие не менее странные и страшные. Честно говоря я не понимаю как можно полностью излечиться от гремучки но видимо средства Аркадии снимет большинство видимых симптомов. Собрал я все что лежит в Аркадии на полках все чем она готова поделиться ну а то чем она не готова поделиться я сейчас куплю куплю мухомор пшеничку ну и пожалуй куплю еще зубы ледяного привидения ну естественно продам зелья и верну себе денежку не хватает у нее денег ну ладно саркадий на сегодня я прощаюсь и выхожу в город осталось мне сделать одно небольшое ельце в айтране я наконец отправимся прямо сейчас и что мы единственные кто выступит против дракона больше я никого послать не могу а мы даже не знаем где этот дракон сейчас ты главное держи ухо востро и если на город нападут уводи людей в безопасное место я не прошу вас сражаться с драконом втроем но я ожидаю что вы выполните свой долг конечно мы защитим ревервуд даю слово тогда вперед время не ждет иногда я скучаю по сарелев отправила стражников ревервуд а я переплавлю всю свою руду который у меня есть металлические слитки обычно я стараюсь не переплавлять железную руду в слитке а предпочитаю с помощью трансмутации руды превращать ее в серебряную и золотую руду но за этим заклинанием нужно либо ехать в коллеги вентерхолда либо лезть в пещеру с бандитами и ни к тому ни к тому я еще пока не готов поэтому переплавляю руду железные слитки чтобы она не висела на мне мертвым грузом все поручения в вайтране я выполнил и с чистым сердцем с чистой совестью могу вайтран покинуть подготовлюсь к пребыванию на свежем воздухе выучу купленные заклинания и занесу в избранное лечебное зелье так выученные заклинания восстановления многовато требует быстрое лечение много магии нужно ну ладно не приглушение шагов тоже занесу в избранное на всякий случай все добровольно взятые на себя обязательства мною выполнены ярлов в вайтране я сообщил о том что ривервуд в опасности и стража в ривервуд уже выслана теперь пришло время позаботиться о собственных интересах в первую очередь мне надо обзавестись собственным жильем либо сельским поместьем либо городским домом разрешение на покупку земли под поместье или разрешение на покупку городского дома подаются ярлами вайтране мне с этим разрешением не очень повезло ярл балгруф запросил слишком высокую цену за это разрешение слишком опасное поручение он мне выдал не то чтобы я не смог выполнить его но выполнение этого поручения удовольствия мне не принесет лезть в древние руины кишмя кишащие различной нежитью два часа убивать мини босса это удовольствие не для каждого человека в общем я попытаю счастья в другом городе и этим городом будет фолкрит по сюжету игры я фолкрита должен прислать мне письмо где предложат обсудить различные вопросы могуще принести выгоду нам обоим этим вопросом будет выполнение некоего поручения от ярла в награду за выполнение этого поручения я получу разрешение на покупку земли и строительство собственной усадьбы а в последующем я смогу получить и титул тана фолкита догоню-ка я стражников а то впереди есть такое местечко где происходят всякие встречи и встречи могут быть неприятными ну вот встреча произошла это талантские юстициары вот это чудесное местечко где постоянно кто-нибудь стоит или от него кто-то идет иногда это какие-то путники иногда там стоит майкл жец гуляки какие-нибудь орк ищущий достойной смерти а иногда там прячется вор ночью иногда там вампиры появляются поэтому я и догнал стражников чтобы в случае какого-нибудь форс-мажора какой-нибудь драки они за меня вступились поскольку я вполне мирный и добропорядочный путник а в защите мирного населения от всякого криминального элемента как раз и заключается работа стражников вайтранская стража благополучно прибыла в ревервуд ревервуд может спать спокойно а я лишаюсь своего вооруженного экскорта и продолжаю путь в одиночестве вооруженного смотри не подведем впрочем это не страшно еще вчера мы этим путем проходили вместе с хадваром всех опасных тварей мы уничтожили а новые еще не народились фалкет я сейчас бегу на свой страх риск поскольку письма от ярла я не получил и вроде бы меня там никто не ждет но в рюкзачке у меня лежит заветная бутылочка черновереского меда который так удачно попалась на выходе из хелгинского подземелья вот эту бутылочку я дам ярлу полкрито в виде такой вот взяточки и ярлу полкрито милостиво разрешит мне оказать ему услугу удивляет не то что ярлу берет взятки а то насколько он мелко плавает всего лишь за бутылочку меда готов доверить какую-то важную миссию первому встречному проходимцу впрочем его предшественник тоже не блистал и я так понимаю что ярлов полкрито никто не воспринимает всерьез подошел я к развилке обе дороги ведут полкрито но одна ведет через хелгин а другая вдоль южного берега озера но я не пойду ни по одной из них срежу путь через такие малоходные тропки практически я сейчас возвращаюсь к тому месту откуда начал вот только так у меня получается охотиться в принципе я мог не заморачиваться путешествием вайтран не бежать вместе с хадваром в ривервуд а повернуть налево и пойти сразу в фолкрито но тогда бы я не получил в подарок железные и стальные слитки от кузнеца алвара и не купил бы нужных мне заклинаний у фарингара вот я подхожу к еще одному месту на котором постоянно происходят встречи и встретился мне орк когда вот такие путники встают на месте это не очень хороший знак признак того что впереди есть какая-то опасность они очень хитрые и на рожон не лезут предпочитают подождать пока кто-то расчистит путь для них я вот так вот стоять ждать не могу поэтому постараюсь просто дойти из осады с фланга не не страшно умирать это все что умеешь и все лучше можешь соберу заслуженный трофей лук стрелы и пожалуй возьму и оклепанную броню поскольку бегать в униформе одной из враждующих сторон не всегда и не везде полезно для здоровья постоянно возникают какие-то вопросы длинный лук улучшается обычным поленом пустичок но бесплатно я теперь прекрасно понимаю почему тут орк стоял никуда не двигался тоже не хотел чтобы ему по голове ударили такие вылыжники ну вот фолкрит уже виден на моем компасе осталось совсем чуть-чуть и надеюсь что остаток пути я проделаю без всяких дополнительных приключений ну вот он уже в прямой видимости можно успокоиться никаких опасностей больше не предвидится добрался я целым и невредимым время без пятнадцати семь все по каримскому времени и скорее всего я успею еще и пробежаться по магазинам ну отдельно насчет земельного участка я перетру с ярлом следующей серии